Служение Алексея Пронкина Сегодня у нас месяц ангелов, месяц ангельского служения И я пришла просто в ютубе, забила про ангелов, что какая информация есть Я увидела удивительные вещи, оказывается, особенно космонавты, которые летают Зафиксированы снимки даже ангелов Это удивительно вообще Но даже если бы не было никаких снимков, я точно знаю, что ангелы существуют Почему? Потому что я знаю, что существуют бесы Я лично занимаюсь экзорцизмом И когда ты изгоняешь демона, он прям проявляется, его прям видно И, ну, а если есть падшие ангелы, значит, есть божьи ангелы А мы Это да, можно поаплодировать Господу за это Потому что падшие ангелы, их мало Их одна треть всего лишь Все остальное — это божьи ангелы И мне понравилось, что такой эксперимент ставили Есть версия, что дети до трех лет, кажется, видят ангелов И прям посадили девочку в комнате, где просто белая комната Ну и священник молится, читает молитву про ангелов Ну, молитву, короче И девочка, и там концентрирует ее зрение Что она видит Ну и как-то это рисуется Ну какие-то аппараты существуют И вот стоит мужчина, и больше никого нет, священник И она сначала смотрит на него, ну, отвлекается Ну, ребенок И потом раз — резко начинает смотреть в другую сторону И взгляд ее начинает концентрировать И тоже человек, силуэт человеческий Но в комнате никого нет И это удивительный факт Что действительно дети видят ангелов Почему? Мне кажется, мы вообще много чего видим в своем детстве Просто мы все это забываем А в семь лет нас заставляют забыть это И начинают нашу голову впичкать другой информацией И это неплохо, это замечательно Но все-таки духовный мир существует И ангелы есть И ангелы Божьи, они суть служащие ангелы Они призваны служить тебе и мне И когда мы с вами молимся к Богу То в Слове Божьем сказано Есть такое место, как один пророк молился Богу И это в Данииле написано Книга Даниила И когда Даниил молился То 21 день он продолжал молиться и поститься Ради того, чтобы Бог ответил ему И когда все-таки ангелы принесли ему ответ То именно этот ангел и сказал Даниилу Даниил, как только ты только подумал Молиться об этом Бог уже послал ответ Он уже выслал ангелов своих Но князь царства персидского, то есть сатана Противостоял нам 21 день То есть представляете Как только мы с вами замышляем О Божьем проекте, о Божьем деле Я не знаю Как только ты помыслил об этом Небо уже среагировало Потому что небо слышит не наши слова Небо слышит наше сердце, наши мысли Там очень громко слышно наши мысли О чем мы думаем И как только мы помыслим о Божьем Уже ангелы несут нам ответ Представляете, как сильно Но князь царства персидского стоит И удерживает, потому что сатана Ничего не хочет отдавать нам Он знает нашу человеческую натуру Что мы два дня помолились Знаете, такое есть? Женя, я столько молилась Столько постилась, столько жертвовала И ничего Это говорится, ты раз попостилась Ну максимум два раза ты пожертвовала Ну и несколько раз помолилась И ничего не свершилось 21 день человек молился и постился И получил свой ответ Вопрос весь в том Насколько велико мое хочу это получить И насколько я верю в это Что ангелы, они настолько любят меня Любовью Божьей Потому что это суть Божьей ангелы И они хотят это мне принести Они хотят мне это дать Моя задача продолжать в это верить И это утверждать Аминь И поэтому мне так нравится молитва Которую надо провозглашать каждое утро Что я наделяю этот день Способностью приносить мне благо И я повелеваю ангелам Божьим Принести все то, что Бог предназначил для меня И вы понимаете И ангелы Божьи идут И несут И руки их не пустые Аминь У твоих ангелов не пустые руки Там такие мешки С благословением Аминь Я хочу сегодня затронуть Маленько другую часть Маленько другую историю Хочу сегодня, чтобы мы с вами прочитали Потому что у каждого ангела есть свое предназначение в твоей жизни И ангелы несут не только благословения Иногда они несут и плохие вещи И наша задача Понимать Предчувствовать Видеть За проявлениями физического мира Видеть духовный мир И знать законы духовного мира Чтобы предотвратить Страшные вещи в своей жизни Которые мы можем предотвратить Аминь Скажи, я могу предотвратить Многие вещи Которые надвигаются Заслуженно В мою жизнь И в жизнь моих детей В жизнь моей семьи Ты можешь это И давайте прочитаем место Спасибо Давайте прочитаем место Исход 4 глава 4 глава с 24 стиха Все знают историю Моисея Моисей Самый смиренный человек Из-за того, что убил другого человека Вынужден был убежать в пустыню В пустыне Бог с ним заговорил И сказал, что ты пойдешь И выведешь народ мой из рабства И вот Моисей снарядился и пошел И он взял свою жену Сепфору Сепфора, кажется, да? Да Красивое имя, кстати Взял жену свою Сепфору Кстати, дочь священника Взял с собой И у них уже родился ребенок Сын И идут они, идут, значит, по пустыне Идут по поручению Божьему И посмотрите, какой происходит Необычный случай Вот в этом месте И смотрите, что происходит Двадцать четвертый стих Дорогою на ночлеге случилось Что встретил его Господь И хотел умертвить его Интересная мысль, да? Кого его? Моисея Бог послал Моисея вывести Израильский народ из рабства Он соглашается Берет с собой жену Дочь священника Из христианской семьи Как вот мы бы сейчас, да? Верующую Берет Сыночка у них родился Но все замечательно же Почему вдруг На ночлеге Бог пришел Убить Моисея? И ключевой момент Сепфора Я думаю, что для этого Ему эта женщина была дана Если бы эта женщина Была бы другая То бы не было бы Моисея Тогда Сепфора Взяв каменный нож Обрезала крайнюю плоть Сына своего И бросив к ногам Его сказала Ты жених крови у меня В новом переводе Написано Но Сепфора взяла Острый каменный нож Обрезала крайнюю плоть Сына И коснувшись ею Ног Моисея Ты жених крови Для меня Сказала она Что это за странная история? Я не знаю Могу ошибаться Но как мне Открывается эта история? Что я вижу в этой истории? Я вижу христианскую семью Которая идет Для великой миссии от Бога И эта миссия Настолько велика Что будет влиять на тысячелетия И будет в истории Всего человечества Это великий муж Божий Идет по пустыне Со своей семьей И если смотреть Человеческими глазами То придраться не к чему Все идеально Но вдруг В пустыне Когда он идет По этой пустыне Что-то происходит С Моисеем Я не знаю Как это выглядело Может быть Это какая-то болезнь была Резко его Сковало Может быть Это какие-то обстоятельства Пришли смертельные Я не знаю Что это могло прийти И мудрая Женщина Что делает Женщина Знающая Духовный мир Понимающая Духовный мир Что она делает Она не Не робчет на Бога И не кричит в небо Почему Господь Она не обижается на церковь И говорит Все В церковь Больше не пойду Она не делает Эти вещи Она что делает Она берет И отрезает Крайнюю плоть Своего сына В этот момент Сепфора Понимает Закон Духовного мира Что Муж Божий Не может Вывести Израильский народ Если его собственный сын Не будет обрезанный Очень часто Христианские женщины Грешат Очень простым грехом Мы с вами Девочки мои Мы говорим Ты священник в доме Ты обрезай наших детей Ты главный Ты вот на сцене Тут одно говоришь Давай приходи домой Учи Но знаете Мудрость Сепфоры Заключалась в том Что она понимала Свою ответственность Что она должна Обрезать собственных детей Как это выглядит Очень часто Сегодня в христианском мире Когда мы сегодня Не заботимся о том Живут ли наши дети Христианской жизнью Почитают ли они Христианские вещи Посвящены ли они Так же Богу Как и мы Многие христианские женщины Сегодня живут Будучи в церкви И знаете что Я очень часто такое слышу Отчасти сама грешила Этим грехом Какое-то время Потому что верила в иллюзию Что мои дети Если они рождены От Моисея И от Сепфоры Обязательно будут Христианами Это ложь Многие сегодня говорят Приходят в нашу жизнь Обстоятельства И мы не понимаем Зачем они приходят Мы начинаем говорить Бог почему А я тебе скажу От Сепфора Получила духовное знание И понимание Почему Моисей заболел Смертельно заболел Но я думаю Это как-то так выразилось Потому что Духовный лидер Не может вывести Большой народ Из рабства Если он не способен Управлять Собственным домом И мудрость Разглядела Какой ангел Сегодня поражает Твою семью Может быть стоит Потому что мы Сегодня в ответе За наших детей Есть теократический порядок Мужу глава Христос Жене глава муж А дети Подчиненные матери Это очень серьезный Духовный момент Сегодня ангелы От Бога Не пускают Может быть Наших мужей В какие-то сферы Потому что мы Не понимаем Что наша задача Может быть Взять каменный нож И начинать Обрезать Собственных детей Потому что Наверное Нет ничего грустного Когда ты Служитель Помазанник А у тебя дети Залазят в корзину С деньгами Или пренебрегают Помазанниками И кричат Плешивый Плешивый Или может быть Позволяют Сегодня себе Терять субординацию И не уважают И это связывает Наших мужчин По рукам И ногам Это не дает им Войти В великую судьбу Иногда не надо Задавать Богу Почему Иногда надо Задавать Богу Что мы делаем Не так Переосознать Свою ответственность Что Что я должна сделать И это очень важный Ключевой момент И мы с вами знаем Сегодня этого Помазанника Великого Моисея Но знаете Этого бы Великого помазанника Не было бы Он бы умер В пустыне Его пришел Убить ангел Господь Если бы не Сепфора Со своим ножом Это очень серьезный Духовный момент Если у тебя нет Своих детей У тебя есть Духовные дети Это может проявляться В служениях Очень часто Служитель Он не способен Идти в великую судьбу Потому что рядом с ним Очень много Необрезанных детей И иногда нужно Взять и кого-то Обрезать рядом Чтобы развязать Ноги служителю Чтобы он вошел В великую судьбу Иногда в нашу жизнь Приходят ангелы Для определенной миссии И нам надо различать Для чего они приходят Иногда это Добрые вестники Иногда не очень Но если они приходят От Бога Это великое благословение Потому что Они пришли Для того Чтобы повести нас Дальше Амэн Для того Чтобы ввести нас В большую судьбу И поэтому В Слове Божьем Сказано Теперь я понимаю Этот стих Что что бы ни Произошло со мной Все мне во благо Потому что Лучше пусть придет Суд Божий С неба на меня Чем он придет От людей Потому что люди Злые и жестокие Они меня не простят А у Бога Милости полна Вся земля Амэн Сколько мы сегодня Видим Мертвых мужчин Которые так и не вошли В свое призвание Сколько я слышу Историй Когда Мужчины Допустим Рассказывают Или женщины Я просто знаю Что человеку Было открыто Большое видение Он видел Большую судьбу Он горел Ей Горел Ей А потом Что-то Убило его Он так и не вошел Туда И если мы Посмотрим Вовнутрь Просто Сепфора Которая с ним рядом Она не разобралась С кем она идет И для какой миссии Она думала Что она будет Ити рядом с Моисеем И просто жить Обычную жизнь Нет Рядом с Моисеем Не должна быть Обычная женщина Рядом с Моисеем Должна быть женщина Готовая взять Каменный нож Это очень серьезный Духовный момент Я хочу Чтоб ты меня услышала Я хочу Чтоб ты не снимала С себя ответственность Я хочу Чтоб мы с вами Были внимательны К духовному миру Что приходит В нашу жизнь И не всегда Это бес И проклятие И сатана Очень часто Бог нас Ведет И просто Выравнивает Наши пути Чтобы мы с вами Были мудрыми Ангелы Существуют Ангелы Ведут нас И на каждом Жизненном перекрестке Они помогают Нам принять Правильные решения Либо Если мы не принимаем Правильных решений Они вернут нас К этому перекрестку Чтобы мы Приняли Правильное решение Если мы Опять уйдем Мы опять Вернемся На этот перекресток Весь вопрос Насколько Нас хватит И я хочу И молюсь Чтобы Бог Дал вам Понимание Вашей жизни Если сегодня В вашу жизнь Приходят Недобрые Вестники И если Ты уже Разрушала Сатану И связывала Проклятие И не помогло Может быть Стоит взять Каменный нож Может быть Стоит что-то Обрезать Вокруг То что Сегодня Не пускает Амэ Аллилуйя Дух Святой Я прошу тебя Пусть Придет Твоя Мудрость Пусть Придет Духовное Видение И духовное Знание Как оно Пришло В жизнь Сепфоры Когда она Видя Что с минуты На минуту Умирает Ее Муж Она Принимает Правильное Решение Она Имеет Это Эксклюзивное Наставление Осознание Она Начинается Начинает Оглядываться Назад Смотреть По сторонам Что не так Что не так Что надо Исправить И вдруг Видит Необрезанного Сына И она Не медлит Она Закрывает Свои Уши Для его Крика От боли И она Обрезает Его Ради Того Чтобы Сохранить Жизнь Великого Помазанника Чтобы Свершилось Дело Для которого Он Предназначен И призван Халлалюя Дух Святой Я прошу Тебя Пусть мы Будем Теми Женщинами Как Сепфора Которая Легкомысленно Не смотрит На Умирающего Мужа И Не Обижается На Бога А Женщина Которая Знает Законы Духовного Мира И Вовремя Наводит Порядок В Своем Шатре Если Святой Пусть Пусть Твоя Благодать Придет На Каждую Из Нас Пусть Трезвость Придет В Разум Пусть Библия Слово Божье Проникнет Нас Пусть Мы Будем Способными Изучать Твою Правду И Не Подстраивать Твою Правду Под Нашу Ложь А Разрушать И Обрезать Свою Ложь Ради Твоей Правды Я Прошу Тебя Дух Святой Подними Этих Сепфор Женщин Которые Способны Видеть Невидимое Видеть Послание От Бога В Каком Бы Обличье Оно Не Пришло В Радостном Или В Жестоком Дай Нам Способность Принимать Быстрые Решения В Пользу Бога В Пользу Правды В Пользу Истин Во Имя Иисуса Христа Дух Святой Пусть Этот Месяц Будет Месяцем Реальных Проявлений Духовного Мира Пусть Мы Начнем Видеть Этих Ангелов Которые Приходят С Разными Посланиями Халли Луя Кемас Ситамара Макатая Килар Амастия Эшта Арама Сотолори Бакатая Киталара Макатая Маситам Макатала Пусть Пусть Когда мы Встречаем На пути Препятствия Пусть Ни у кого Не будет Разочарования И желания Повернуться И уйти Назад Пусть У каждого Из нас Появится Внутри Вопрос Что Мне Надо Сделать Чтобы Это Препятствие Отошло Очень часто Господь Не пускает Нас Куда-то Потому что Мы просто Не готовы Отчего-то Обрезаться И если Сегодня В твоей жизни Ты сейчас Видишь Какое-то Препятствие И если Ты уже Пыталась Разрушать Это Препятствие Разбивать Это Препятствие И ничего Не получается Может быть Наступило Время Спросить У Бога Что я Должна Сделать Чтобы Это Отошло Потому что Как только Сепфора Кинула Крайнюю плоть К ногам Моисея Ангел Отошел Пусть У тебя Будет Это Духовное Знание Что ты Должна Обрезать Чтобы Ангел Господень Отошел Чтобы Ты Вошла Туда Куда Призвано Зайти Обрезать Всегда Больно Обрезание Всегда Имеет Последствия Это Крик Виск Паника Боль Боль Того Кого Ты Сильно Любишь Или Боль От Того Что Ты Сильно Это Любил Обрезание Никогда Не Заканчивается Смехом Радостью И весельем Это Потом Происходит Когда Все Зажило Но Когда Ты Режешь Это Больно И Когда Люди Приходят И Спрашивают Советы И Говорят Как Женя И рыбку Съесть И Кости Продать Не Бывает Такого Как Так Попробовать Отлепиться От Родителей Чтобы Без Ссор Без Конфликтов Никак Конфликт Ссора Будет Как Вот так С мужем Выяснить Отношения Чтобы Вот Все Было Гладенько Да Не Будет Будут Скандалы И Ссоры В Выяснениях Границ Но Если Ты Стоишь На Правде Божьей Ты Там Не Одна С Тобой Там Господь Амэн Как Бы Так Детей Вот И Не Поломать И Вот И Не Законтролировать Но Нельзя Жить Такой Философией Дети Должны Сами Выбирать Если Ты Не Приведешь Своих Детей В Дом Божий И Не Научишь Их Уважать Взрослых И Помазанников Их Научат Кто-то Другой Через Телевизор Через Мультики На Улице Их Научат И Не Будут У них Спрашивать Их Выбор Помни Женщина В Твоих Руках Каменный Нож Продолжение следует